всем привет рада видеть вас на моем канале сегодня я покажу обзор орхидеи которые цветут и начну с тех дендробиумов нобелек о которых я уже говорила и на канале есть видео о них отдельно их у меня 4 разновидности ссылку я оставлю в описании о них вы можете посмотреть дополнительно очень такие симпатичные цветочки условиях их выращивания о том как я добилась цветения расскажу рассказывал вернее в этом видео хочу похвастаться мне в этом году впервые за целу цимбидеум цимбидеум считается королем или королевой орхидей это такой интересный цветок вот я уже делаю по моему видео дубль 3 или 4 чтобы добиться нормального освещения получается что вот эти вот пятнышки на губе они должны быть темные темно-фиолетово они получатся более яркие более светлые вот немножко у меня не получилось видите веточки хлипенькие такие и видимо было мало свет они такие собранные хорошо и один цветок что здесь отпал один бутончик и на второй веточке тоже один бутончик отпал то есть не хватило света потому что вытянуты они и видимо недостаточно было удобрение знаем что цимбидеум любят покушать удобрение а я удобряла то сугубо только водой из аквариума с сифонкой грунта вот чтобы было побольше питательных веществ видимо для него это было маловато ну и для того чтобы цимбидеум цвел от обязательно нужны ему перепады температур причем такие солидные перепады температур она в нашей как бы стране это обычно происходит в августе то есть когда дневная температура и ночная это где-то хотя бы градусов 10 была разница можно и больше то есть я их держала где-то до пяти вот так же как и вот эти вот орхидейки держала чтобы было 5 градусов тепла и они достаточно не поливала их конечно в это время чтобы они не заболели грибковыми заболеваниями вот и в это время не закладывали в свои почки цветочные так что еще цветет у меня дегапиталом и цветут вот этот вот дегапиталом красавец с ароматом луизендорф по моему называется название их напишу в описании точные и вот этот вот который у меня уже дольше находится он такое ощущение что вы рождается потому что бульбочки становится все меньше и меньше а у этого слава богу бульбы достаточно мощный не меньше чем те которые когда я покупала такие очень хорошие растения любят гуминовые кислоты любят быть политым не залить его достаточно сложно это надо постараться в отличие от дендробиума который очень любит просушку особенно когда он при низких температурах и закладывать цветочные почки то вот эти товарищи они просушку не сильно уважают поэтому более любят влажный грунт и более такой влагоемкий грунт вот а тут и посмотрите вот у этого дегапитала были когда-то проблемы с листьями я покупала и была в центре розетки была гниль я с ней боролась у меня есть на канале видео об этом я ссылочку оставлю в описании как это произошло в свете удачно произошло и ну к сожалению вот единственный недостаток это такие вот получается бульбочки достаточно мелковаты по сравнению с той бульбой которая была в начале эти это очень мелкие бульбы ну и два цветочка это конечно слабоватенько слабоватенько значит что-то ему не подходит здесь цвет тоже получается немного отличается должно быть сиреневый цвет не такой яркий и зеленоватые лепестки красивые такие вот это нижний кстати лучше не передает к сожалению камера как надо и небольшой анонс вот должна зацвести вот такая вот котлея ждем появления видите уже из чехла появились бутончики только-только начали тут два чехла этот бутончик еще не раскрылся такая котлея которая мы не знаем точно какой она будет расцветки я знаю что бордовая вот вишня написано котлея и покупалась в семнадцатом году в марте то есть в марте ей будет три года как она у нас вот и это наконец-то она нарастила достаточное количество бульб вот чтобы зацвести так что буду у вас держать в курсе и покажу обязательно ее цветение но цветочки будут судя по всему не крупные так как листья не крупные и видите как бы бутончики тоже не крупные вот такие сейчас орхидеи ки час цветут и на последнем как говорится на закуску последний кадре будет такая минечка маленькая красавица что мне нравится в минечках что их можно купить много и не занимает мало места вот это красавица имеет такой нежный нежную серединку с черточками красными желтым желтой серединкой аромата не имеет у нее для ее размеров 4 цветочка это в самый раз и и таких вот маленьких орхидеи можно очень много содержать но странным образом она почему-то не любит эти горшок у нее очень много таких вот воздушных корней у меня еще я покажу потом есть такие орхидеи которые ну очень длинные у них корни такое впечатление что они пытаются стоят у меня они на полке и они пытаются за эту полку воспринимают ее уже как дерево пытаться эту полку схватиться своими корнями вот это все орхидеи которые цветут на данный момент спасибо за внимание что зашли на мой канал задавайте вопросы